Всем привет, дорогие друзья! Мы с Айханом вышли из выставочного центра и сейчас начинается наша дорога в Аланью. Сначала на метробусе до Мечдекёй, потом до Таксима на метро и от Таксима на автобусе до аэропорта Сабиха-Гёгчен. Мы вас приглашаем вместе с нами проделать этот путь. Стамбул просто огромен. Это город, где много дорог, людей, машин. И здесь, около выставочного центра Туэп, находится конечная станция метробусов линии 34, поэтому доехать до сюда было достаточно просто. Мы сейчас садимся на один из метробусов и едем в центр. Мы с Айханом уже вышли из метробуса, сейчас идем на метро. Метро во всем транспорте в Стамбуле, карточная система, я вам показывала раньше, но сейчас будем пополнять карточку для того, чтобы сесть на метро, я вам покажу еще раз. Кладем на нашу карту 5 лет. Вот такая вот карточка, что там мало, только бумажные деньги принимает. Показывает, сколько у вас денег на карте и покажет сейчас, что у нас один из метро. Сейчас спускаемся на станцию Шишли Меджидей Кёй. Точнее, не спускаемся на станцию, а идем в сторону станции метро. Очень длинные переходы. Посмотрите, дни бесконечные туннели, дороги. Нужно идти от станции автобуса Меджидей Кёй до метро Меджидей Кёй. Нужно пройти минут 10, наверное. В общем, друзья, Стамбул – это одна огромная махина. Только центр такой уютный, а все остальное – дороги, автобусы, люди. Ну, вы сами все видите и видели из моих видео и уже знаете. Поэтому мы с Айханом всегда говорим, что мы в Стамбул приезжаем на 2-3 дня, максимум на неделю, и потом возвращаемся в нашу любимую Аланию. Но Стамбул, на самом деле, это просто невероятный город, и сюда нужно приехать. А обязательно, а приехав сюда один раз, вы его полюбите, несмотря на все его недостатки. Потому что плюсов здесь намного больше. Район Меджидей Кёй продаются каштаны, семиты. И нам нужно перейти дорогу, чтобы попасть на метро. Вот такие вот в Стамбуле. Кстати, в Стамбуле есть и двухэтажные автобусы для тех, кто не знал. Спускаемся на станцию метро, и нам всего проехать две остановки до Токсима. Прошли через турникеты, и теперь спускаемся прямо на станцию метро. Вот так вот выглядит эскалатор, который ведет нас. Едем в Токсим. Вот так вот выглядит станция метро Токсим. И сейчас мы отправляемся на самый верх, и уже выйдем на площадь. Как дела? Не хочешь говорить? Устал, что ли? Ну, как хочешь. Все, мы на площади такси. Токсим сейчас идем кушать, но сначала купим фрукты. Друзья, если вы будете на Токсиме, и вам понадобятся фрукты, то вам нужно идти вот по этой улице. Так, Токсим воскресенье вечером. Продают каштаны, и очень много народу. Так, мы так проголодались, что быстро-быстро поели, а приходим мы на истекляли вот в это кафе. Сейчас вам покажу. Здесь всегда очень вкусная, свежая еда. И я беру, например, курицу и рис. И здесь достаточно идет, что можно покушать всего за 15 лет. Пошел пить чай. А я вышла, у нас есть до метро, до автобуса в аэропорт. У нас есть час. Я вместе с вами сейчас пройдусь по улице Истекляр. И просто почувствуйте вот эту атмосферу. Создает вот такие вот каштаны практически каждые 10 метров. И сейчас я хочу дойти, купить кофе. И чуть-чуть просто прогуляться и почувствовать вот эту потрясающую атмосферу таксима. Посмотрите, какое разнообразие сладостей. Я не буду вам показывать торты, но посмотрите, какое разнообразие баклавы и всего остального. Это просто невероятно. Если гулять по Истеклярю, то на улице Истеклярю много вот таких вот кафе в старых домах. Посмотрите, какая потрясающая архитектура. Поэтому, когда вы бываете на улице Истеклярю, обязательно заходите в магазины, в какие-то кафешки. Потому что здесь старые-старые дома, которые просто уникальны. И они очень хорошо отреставрированы. И архитектурно очень красивые. Друзья, я немного устала, поэтому возвращаюсь обратно к Айхану. И мы с ним отправимся в аэропорт. Проезд до аэропорта Сабиха-Гюкчен стоит 18 лир. Дают нам вот такие вот билетики. Не потеряйте их, потому что могут проверить в течение поездки и в конце поездки. Ехать примерно минут сорок, ну если пробки, то и полтора часа. Мы приехали в аэропорт, Айхан взял наш багаж. Идем внутрь. Мы приехали на самом деле на три часа раньше, потому что очень устали. Но сейчас потихоньку сделаем чек-ин и кучем полить. Возвращаемся в Аланье. Делаем онлайн чек-ин. Ну точнее у нас нет багажа, а багаж у нас всего пару сумок. И наш пионер номер. Пионер номер. Набираем наш пионер. В, В, А, В, 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 В. В, Э, В, 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 В. Все, друзья, наконец-то мы садимся на наш самолет 23-20 должен садиться, но он уже опаздывает И знаете, что? Я купила билет вместо 2 февраля 3 февраля я купила билет на март месяц И мы приехали в аэропорт Вводим наши данные И нашего билета нет, наши резервации А почему? А потому что я купила билет на 3 марта А не на 3 февраля Поэтому нам пришлось идти в кассу И покупать новый билет Поэтому обратный билет у нас на март из Стамбула есть И получается, что мы на уроке Что мы еще полетим в Стамбул и в марте месяце В общем, такая вот ситуация Сейчас садимся на самолет и наконец-то уже летим на Ланьев Самолет задержали минут на 40 И сейчас мы уже выруливаем на взлетную полосу В общем, дома мы сегодня будем, наверное, часа 2 Айхан тут смотрит менюшку Например, чай стоит 8 лир Чай стоит 8 лир Кофе 9 лир Чай и кекс 12 лир Есть различные соки, но вода стоит 3 лиры Есть различные салаты Например, суп 10 лир Салат 18 лир Вот такие вот нудлы 15 лир Мюсли есть 12 лир Есть еще сэндвичи 15, 15, 12 Сэндвичи все по 15 лир Сэндвичи и кока-кола или сок 20 лир Слетаем и наконец-то летим в Аланьев Внизу видно Аланье Пролетаем прямо над Аланьей Не знаю, видно вам что-то или нет Но Виден Видна набережная, крепость И хорошо освещенный Район, который находится за Круговой дорогой За въездной дорогой Район, дорогие друзья, мы пролетели наконец-то Да, прилетели И едем домой спать Со всеми прощаемся Всем всего хорошего Пока-пока